МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное к этому часу материалы корреспондентов телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. В начале выпуска, как всегда, коротко о главном. Многодетная мать из Зари. Три года добивалась установки светофора на трассе после гибели соседки. Страх за детей. Я поняла, что, оказывается, мы должны подумать о безопасности. Хотел заработать. Несовершеннолетнего закладчика задержали полицейские. В каких домах в среду весь день не будет света? Подробности в коммунальной сводке. Заблудились во временах года. В Павлодаре деревья распустили почки. Сирень, она приняла это кратковременное потепление за весну. Многодетная мать добилась того, чтобы на трассе Павлодар-семей установили светофор. Айнаш Садыкова на протяжении трех лет писала обращение после ДТП со смертельным исходом на пешеходном переходе в Заре. Женщина переживала за своих детей, которые ходят в школу на другую сторону села. Артем Клеван побывал на месте. Айнаш Садыкова получила участок под строительство в Заре четыре года назад. Между Новоселами и Селом проходит трасса республиканского значения. Движение здесь интенсивное, а на пешеходный переход некоторые водители не реагируют. Меня подвинуло то, что мою соседку в 2021 году здесь на этом перекрестке, то есть не на перекрестке, а на этом пешеходном переходе сбила машина насмерть. Она от полученных травм скончалась на месте. И это был большой шок для нас. И для меня я в тот момент была в положении как раз. То есть я то родила, вот была в больнице, когда вот я услышала, у меня был такой страх за детей. Я поняла, что оказывается мы как бы должны подумать о безопасности. У Айнаш четверо детей. Пришлось отказаться от кружков по дамбре, потому что встречать сына и дочь было некому. С 2021 года женщина стала писать обращение в местные и районные акиматы, в Казавтожол и главе региона. Собрала подписи односельчан, просила установить светофор. И спустя три года вопрос решился. Несмотря на то, что это трасса, специалисты заверили. По правилам электронный регулировщик здесь допустим. Автомобильная дорога имеет вторую техническую категорию. По данной дороге интереснее составляет более 7 тысяч автомобильных в сутки. В силе Заря, Новая Ямышева проживает более трех тысяч жителей. Работы выполнены с целью безопасного прохода через данную дорогу детей в школу. Светофор обошелся бюджету в 3 миллиона тенге. В Казавтожоле говорят, подобные электронные регулировщики также есть на трассе Павалдар-Омск. Нужно отметить, что обращений от жителей, как от Айнаш-Садыковой, в регионе больше не поступало. Артем Клевец, Нанислав Кейкин, телекомпания «Ирбис». В Экибастузе прошла встреча психологов, на которой обсудили тему жестокого обращения с ребенком. Ее участниками стали также родители и учителя. Собравшиеся отметили, что большую роль в жизни ребенка играют окружающие люди и атмосфера в семье. Все подробности в следующем сюжете. Одна из самых распространенных проблем, с которой приходят к психологам – буллинг. Родители зачастую жалуются на то, что ребенок не хочет ходить в школу. И одно из первых, что приходит на ум – причина в конфликте с одноклассниками. Однако повлиять на ребенка может множество факторов. В основе всего это лежат детско-родительские отношения. И когда мы говорим о ситуации буллинга, о ситуации суицидального поведения, о ситуации насилия, о ситуации половой неприкосновенности, мы всегда говорим о том, что родители, будьте внимательны, отмечайте любое изменение поведения в ребенке, потому что это очень важно. Стоит отметить, такие встречи в Экибастузе проходят регулярно. Это третья, где собрались психологи. На этот раз обсудили одну из самых актуальных проблем современного общества. Будет продолжено. Азамат Айтхалин, Герман Сосновцев, телекомпания «Ирбис». 16-летнего подростка задержали в Павлодаре с 223 граммами синтетики. По версии следствия, несовершеннолетний планировал расфасовать наркотики на мелкие дозы и продать. Еще больше обсуждаемых и горячих новостей дня смотрим в обзоре социальных сетей телекомпании «Ирбис». В полиции рассказали, крупную партию наркотиков юноша получил от куратора. Незаконным бизнесом задумался заняться еще в мае. Оплату планировал получать на банковский счет. Несовершеннолетний подозреваемый арестован. Он дал признательные показания и пояснил, что хотел заработать. Когда уже найдут всех тех, кто вербует подростков на такой гнусный заработок? Вот теперь вся жизнь молодого парнишки сломана. А все почему? Все потому, что заработная плата мизерная и у родителей не хватает средств. Начало полетов из Павлодара в Астану перенесли в акционерном обществе аэропорт Павлодар. Сообщили, в авиасообщение со столицей внесли изменения. Коснулись они рейсов на 29, 31 октября, а также 2 и 7 ноября. Далее они будут выполняться по расписанию. Вам удалось сэкономить на осеннем гардеробе? Спрашивают телекомпании Ирбис у своих подписчиков. И вот мнение аудитории. Конечно, просто ничего не брала и нашу остатки былой роскоши. Старая зимняя куртка, летние кроссовки, осенняя шапка. А я вяжу сама шапки, шарфы, палантины и так далее. Экономика и красивые вещи своими руками. Мы продолжим после короткой рекламы. И вы узнаете, много ли предпринимателей пользуются контрольно-кассовыми аппаратами. Сколько в среднем казахстанцы тратят денег на продукты питания. И куда обращаться, если из крана бежит ржавая вода. Дождитесь, будет интересно. Хотите создать незабываемый вкус лета? Тогда вам в Кинзу. Это место, где пересекаются ароматы сочного мяса и уютная атмосфера посиделок. Обязательно насладитесь их фирменными шашлыками. Адрес улица Катаева, 24, дробь 1. Также действует самовывоз и доставка. Телефон 8-701-916-59-52. В Павлодаре порядка 40 тысяч предпринимателей используют контрольно-кассовые аппараты. Но несмотря на это, показатель выдачи чеков покупателям не достигает и 50%, говорят налоговики. Чем это грозит покупателям и продавцам, расскажет Артем Буланов. Если в магазине не выдали фискальный чек, отказываются принимать оплату банковской карты или отсутствует лицензия на алкогольную продукцию, покупатель вправе направить жалобу в департамент госдоходов. Специалисты признаются, не все предприниматели отбивают квитанции, хотя онлайн-аппараты у них имеются. Это сделано для того, чтобы не отражать реальный денежный оборот компании. Покупателям тоже важно требовать чек. Бывает же, как продукты какие-то покупают, испорченные, не нравятся, или какие-то вещи покупают, где-то там брак или что. Он без этого чека просто-напросто не сможет их вернуть, этот товар вернуть и получить назад деньги. И потом приходится судиться, доказывать, что покупал, не покупал. И да, много жалоб, говорит, я перевел этим через мобильное приложение, переводом сделал, но чек-то он не взял. Даже если мобильным переводом переводят, то продавец обязан эту сумму отбить на чеки. В управлении государственных доходов зарегистрировано порядка 40 тысяч налогоплательщиков-предпринимателей. У многих из них есть контрольно-кассовые машины с онлайн-функцией передачи данных. Но чеки выдают далеко не все. Фискальные органы планируют рейд. Артем Буланов, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Исследование показало, что средний чек казахстанцев на продукты – 113 870 тенге в месяц. А вот как именно предпочитают тратить деньги наши соотечественники, давайте узнаем у Азамата Айтхалина. Азамат, приветствую тебя. Ты вот как предпочитаешь закупаться онлайн или все-таки по старинке ходишь по магазинам? Привет, Владимир. За продуктами хожу сам, чтобы выбрать свежее и лучшее. Здравствуйте. Между тем, как сообщают на сайте inbusiness.kz, так же, как и я, поступают большинство жителей республики. При этом приобретать продукты казахстанцы предпочитают в сетевых супермаркетах – 76,4% опрошенных. В магазинах у дома закупаются 57,4% респондентов. На базары, рынки, ярмарки ходят 55%. Берут продовольствие с рук у фермеров, либо перекупщиков – всего 8%. К другим новостям. В магазине мужской одежды 0,80 новое поступление. Стильные костюмы, утепленные брюки, кардиганы, джемперы для модного осеннего образа. Приодеться можно в рассрочку. Торговый дом «Квазар», второй этаж, бутик 3.90. Приходите и проявите вашу харизму во внешнем облике. Идеальный школьный образ для мальчиков предлагают в бутике «Глассман». Рубашка с длинными рукавами, слаксы и стильный бомбер – лучший вариант на каждый день. Форма для непоседы может быть удобной и нескучной. Также подобрать одежду со вкусом могут и девочки. А дело работает с 10 утра до 8 вечера. Торговый дом «Сити-центр», второй этаж. В завершении курс валют в Павлодаре доллар стоит 491 тенге, евро – 531 тенге, рубль – 5 тенге – 10 тенге. У меня на этом все. Владимир. Спасибо, Азамат. Давайте продолжим. По улице Геринга зрители сняли на камеру телефона опасный участок дороги. Прямо на проезжей части валяются куски бетона и старые покрышки. По словам людей, если не убрать этот хлам, аварийность только повысится. Все подробности и другие видео в мобильном приложении. Давайте смотреть. Спонсор мобильного приложения – салон-магазин немецкой обуви «ДЕ» приглашает на новое поступление «Осень-зима». «ДЕ» – качество во всем. Геринга ленинградская. Смотрите, что делается. В деревне такого не увидишь. Везде пирамиды с бетона, резина, пескоблоки. Ну куда же это годится? Это город. Очередной перекресток. Геринга. Омская. Смотрите, что делается. В прошлом году при головолёте, тут машина чуть не перевернулась и скинула на эти плиты. Безобразие, безобразие. Часы на вокзале не работают. Вроде новые, а уже не работают. Вот так работает наша КСХ ЛАКСУ по КАМЗЕРА-25. Незаконно взломали мою кладовку. Даже дверь не оставили. Недвери вообще куда-то вынесли. Временно прикинули вот эту трубу. Скидывали из деньги. Не знаю, за что. Поставили на эти временные бокорезы, саморезы. А вот по всей кладовке. Я во всем подвалу вот такое вот у них безобразие. Ну вот, Ламова-177, Дрёб-1. Это вот со стороны магазина Сургута. Никогда ничего не убирается туда. Ну и колодец. С июня месяца вот в таком состоянии. Вот сейчас вот кидают туда. Сейчас, кто хочет, забьётся весь дом на подборе. Вот пришли к родителям на могилке. Вот родительские могилки. А рядом, посмотрите, что творится. Могилу полностью закидали мусором. И никто её не убирает. Я понимаю, что у людей нет совести, которые это натворили. Но здесь сотрудники тоже же за это деньги получают. Будьте добры, уберите. Спонсор мобильного приложения салон-магазин немецкой обуви DE приглашает на новое поступление осень-зима. DE Люди вынуждены покупать питьевую воду, когда из крана течёт ржавое. Что делать в такой ситуации? Куда жаловаться? Об этом сегодня расскажет ведущая коммунальной сводки Асель Телегтесова. Она уже в студии. Асель приветствует. Так вот, как же быть в такой ситуации? Приветствую, Владимир. Сама с таким сталкивалась, поэтому знаю, что делать. Здравствуйте. Напомню, услуги водоснабжения в нашем городе предоставляет ТОО Павлодарводоканал. По закону поставщик должен обеспечивать подачу воды согласно санитарных правил. Однако, если компания не доглядела и услуги оказывают некачественно, потребитель вправе направить претензию монополисту. Принять меры обязаны в течение 24 часов. В случае, если нарушения не устранят, потребитель может направить жалобу в Комитет по регулированию естественных монополий или в суд. А теперь перейду к плановым отключениям на 30 октября. По информации компании-монополиста, в среду с 9 утра до 5 часов вечера из-за ремонта оборудования Света не будет на Сатпаево 55 и 57, а также в многоэтажках 102 и 104 по улице Академика Маргулана. По той же причине, только с 10 утра до 2 часов дня обесточат несколько адресов в частном секторе. Это Астана 198 и 263, дома под номерами 37, 49 и 73 по улице Туран, бывшая 29 ноября. А также 17 и 18 по Максима Горького, по Алихана Букиханова 161 и Чернышевского 124. А я напоминаю, если у вас проблемы со светом, водой или с обслуживающей организацией вашего дома, приглашайте коммунальную сводку по номерам, указанным на экране. Наши корреспонденты приедут и расскажут о вашей ситуации в эфире новостей телекомпании Ирбис. Это была вся информация к этому часу. Владимир, слово вам. Спасибо, вот такая была коммунальная сводка. Теплый октябрь ввел в заблуждение павлодарские деревья. Начали распускать почки сирень, липа и канадский клен. Они почувствовали весну. Биологи говорят, что это вредно для растений, но не так губительно. А что по этому поводу думают обычные жители города? Материали Азамата Айтхалина. Все аномалии природы сразу замечают на просторной территории детско-юношеского центра экологии и туризма. Здесь растут в том числе несвойственные для региона деревья. По словам специалистов, даже сирень, которая уже с незапамятных времен цветет в Павлодарской области, была завезена из южных стран. Многие растения в такой погоде заблудились. Например, наша сирень приняла кратковременное потепление за весну и начала распускать свои почки. Такое явление для растений очень негативно сказывается на растении, потому что почки набухают. Когда наступит холода, они замерзнут. И уже на следующий год намного меньше будет почек, которые будут распускаться. Но растение из-за этого не погибнет. Такое явление биологи не могут назвать аномальным. Случаи, когда растения просыпаются, не редкость. В пример приводят 2008 год, когда теплая осень стояла до декабря. Тогда сирень выпустила соцветие. Видно, заметно, потому что уже, допустим, прошлые годы уже как бы было... Снег, допустим, лежал. А в этом году как бы еще до сих пор лужи. Конечно, это резкое изменение климата. Бывают, растения просыпаются в какой-то момент и замирают. Это не страшно, оно не повлияет. Основное, оно внутри растения остается, оно весной пробудится. Многие повладарцы только рады теплым денькам. А по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается плюсовая температура. А в выходные столбики поднимутся до 13 градусов. Азамат Айдхалин, Станислав Кекин, телекомпания «Ирбис». Володарские интеллектуалы стали призерами престижного республиканского турнира. Мастера Тогыц-Кумалака боролись за медаль в Астане, участвовали 17 команд. Сейчас время спортивных новостей. В студии ко мне присоединилась Елена Белоградова. Лена, имена. Приветствую, Владимир, тебя. Так вот, Ярослав Ауталипов, Ренат Кирибаев и Аружан Абдыханова стали обладателями серебряной и двух бронзовых медалей. А далее о спорте еще больше. Все самое интересное. Не пропустите. Мама, не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. Мамм, какой вкусный. Мамм, какой вкусный. Дзюдоисты-призеры двух крупных турниров, один из которых имел статус международного. Соревнование принимала столица Кыргызстана Бишкек. Искендер Уахитов провел четыре поединка, уступил лишь в полуфинале. В итоге наш земляк – обладатель бронзовой медали. Следом, высокий уровень подготовки спортсмены показали в Щучинске. Нурсултан Шахтебаев выиграл золото. Чемпион на татаме провел пять схваток. Аделет Десенбаев поднялся на третью ступень педестала. Цирковое искусство или все же акробатика? Павлодар в эти дни принимает сильнейших спортсменов страны. Например, чемпионов мира. Их выступления восхищались во многих странах. В зале абсолютная тишина. На ковре диль и шуляра. Когда они выступают, замирают буквально все. Самый титулованный казахстанский дуэт. Великолепные акробаты не сдают свои позиции на протяжении почти 20 лет. Карагандинцы – чемпионы мира, призеры и победители континентальных соревнований этапов Кубка мира. При том, что спорт для них не профессия. Даниэль Диль тренируется после смены. А работает он проходчиком на шахте. Они вместе давно в спорте, поэтому ему уже много лет. Но он все в форме, он шахтером работает. У него уже и семья, и ребенок родился. Но он любит акробатику и не собирается уходить из спорта. На следующий сезон у карагандинской пары грандиозные планы. Дили Шуляр – обладатель именной лицензии на всемирные игры. Отмечу для неолимпийских видов турнир – равноценный Олимпиаде. Право поехать в Китай акробаты завоевали в сентябре в Португалии, став бронзовыми призерами чемпионата мира. А этот казахстанский старт для спортсменов категории «сеньоры», заключительный по итогам первенства и Кубка, обновят состав национальной сборной на 2025 год в числе лидеров и повладарцы. Девять региональных, а также сборные Алматы и Астаны выявили сильнейшую команду по быстрым и молниеносным шахматам. Чемпионат Казахстана завершился в Караганде. В шахтерскую столицу наши интеллектуалы отправились в ранги лидеров. В прошлом сезоне повладарцы забрали кубок. В этом году за регионы играли гроссмейстеры Алишер Сулейменов и Денис Махнев, Константин Казаков и Кристина Ким. В блице наши интеллектуалы одержали блестящую победу, а в рапиде стали обладателями серебряных медалей и уступили столичной дружине. В личном первенстве Казаков финишировал бронзовым призером. Тем временем третий этап чемпионата «Веселый дельфин» принимает по владару. Участвуют пловцы до 16 лет. Долгожданное событие для всей Павлодарской области более 10 лет. У нас не проводились республиканские соревнования. И этот детский этап – одно из самых важных событий в республиканском календаре. Почти две сотни участников и конкуренция в каждом из заплывов. На старт вышли все сильнейшие в этой возрастной группе. На водных дорожках Павлодара вновь большие соревнования. Причем вернулись они в регион, можно сказать, случайно. Первый этап проходил в городе Атырау, второй – в городе Караганды. Третий должен был проходить в городе Ак-Тубе, но случилось непредвиденное. Срочно закрыли на ремонт бассейны. Причем все бассейны города Ак-Тубе. Поэтому мы взяли на себя такую ответственность провести данные соревнования. По-моему, неплохо получается. В составе сборной нашего региона есть сильные пловцы. Воспитанники Ак-Суэки Бастуза показывают очень хорошее время. В своих заплывах претендуют на самые высокие позиции. Также в числе соискателей на награды спортсмены из Ак-Тубе. О спорте к этому участку все, но мы еще не прощаемся. Сейчас информационные рубрики «Факт» и «Дословно». Воспитанники Ак-Тубе Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В ТОО города Аксу требуются Водители на автокран 25 тонн Водители на автотралы Бригады каменщиков разнорабочие По всем вопросам обращаться по телефону 8 747 677 76 96 Таким был сегодняшний день Запомните его Для вас в студии работали Владимир Чубенко Елена Белоградова Смотрите лучше, читайте первыми До встречи Редактор субтитров А.Семкин